Правда ли, что в нашем братстве запретили приветствоваться с нечленами церкви? Я не член церкви, но уже покаялась. В нашей маленькой церкви произошел такой случай. Я подошла к своей тете поприветствоваться, но она отвернулась и сказала, нам с тобой нельзя, ты же не член церкви. Я вышла из церкви в слезах, было обидно. Объясните, пожалуйста, заранее благодарю. Друзья, в нашей церкви не принимались решения не приветствовать ни членов церкви. Такие решения не принимались. В прошлые годы обычно было так, покаялся человек, его начинают приветствовать. Ну, в смысле, лапзанием святым. Хотя на каком-то этапе в некоторых церквях этот вопрос начали пересматривать. Скажу, почему. Ну, во-первых, покаялся человек, из мира пришел и сразу покаялся. И здесь очередь с ним сейчас будет приветствоваться. Человек пятьдесят. А он к этому не привык, кроме жены он никого не целовал. И тут пятьдесят человек сейчас его будут целовать. И мужчины, ну мужчины, а женщины за руку, да? Вот. Он испытывает неудобства, это во-первых. Во-вторых, бывает человек покаялся, но большой приток, особенно это было в начале перестройки, очень большой приток в церковь людей. Люди каются, но жизнь не меняется. Ну, например, в нашей церкви покаялась одна женщина, она приколдовала до этого случая, и потом приколдовывает, покаялась и приколдовывает. Кто-то покался, продолжает курить. Сожительствует двое. Пришли покаялись, продолжают сожительствовать. А как их приветствовать? И поэтому в некоторых больших церквях обстановка заставила принять решение. Приветствоваться за руку с покаявшимися можно, а лапзанием святым воздерживаться до момента, пока они примут крещение. И многие церкви нашего края пошли по такому пути, а многие церкви не пошли. Продолжают приветствовать покаявшихся, но не членов церкви. Продолжение следует...